Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Прямо сейчас вспомним самые интересные и важные темы уходящей недели. Монументально и сурово открылось здание Рязанского дома правосудия. Осмотрел сооружение Максим Васильев. Сроки под угрозой срыва. Почему затягивается реконструкция верхнего городского сада, расскажет Валерий Седов. По желанию жителей, в Октябрьском районе раскинется дубовая роща и вишневый сад. За благоустройство территории голосовали горожане. Реализация пройдет в рамках национального проекта. Погода летная. Совсем скоро откроется фестиваль «Небо России», а мы продемонстрируем вам кадры с предыдущих. Авторство Олега Буцкого. 9 июля в Рязани состоялось официальное открытие нового здания областного суда на улице Спортивной. Сооружение лаконичного архитектурного решения можно увидеть напротив стадиона ЦСКА. Его построили за два с половиной года, начав в июне 2018 и завершив в декабре 2020 года. Площадь здания составляет 12 тысяч квадратных метров. Этого новоселья рязанское правосудие ждало без малого лет 40. В архивах областного суда сохранились еще советские изыскания и проекты нового здания. Но дальше планирования дело так и не пошло. Зато сейчас это одно из самых современных зданий во всей стране. В отличие от других органов государственной власти, которые размещаются в помещениях, единственное здание, в котором еще предусмотрено помещение не только для размещения судей, работников аппарата суда, зал судебного заседания, но и такие помещения, как комната для проведения примирительных процедур, то есть для медиаторов, для судебных предельных примирителей. И оно специально выделено. Стоимость проекта 541 миллион рублей, 12 тысяч квадратных метров рабочей площади, 16 залов заседаний с внутренней аудиофиксацией процессов, 10 для видеоконференций. Есть свои кабинеты даже для прокуроров. По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, удобство – один из краеугольных камней проекта. Это простор, это комфортные условия прежде всего для жителей нашей области и для тех, кто сюда приезжает извне. В таких условиях можно и ожидать, можно и, собственно говоря, вести дела более комфортно, с более позитивным настроением и уж тем более не ощущая какого-то давящего такого на тебя момента, потому что в суд все-таки приходят в основном с проблемами, а не просто так развлечься, что называется. Ну и, конечно, для самих судей это более комфортные условия. Губернатор озвучил и преемника нынешнего здания областного суда на улице Ленина. Никуда из системы адрес не уйдет. Теперь там разместят Советский районный суд. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Срок окончания ремонта под угрозой срыва. Речь идет о верхнем городском саде, который в народе называется Наташкиным парком. Сейчас там проходит третий этап реконструкции. Почему работа, скорее всего, не закончится вовремя, узнавал Валерий Седов. Сроки ремонта верхнего городского парка близки к срыву. За оставшиеся шесть дней подрядчику нужно закончить установку колонн, забора и уложить тротуарную плитку. Но всем понятно, что сделать это нереально. Поэтому 9 июля состоялось выездное совещание по вопросу ремонта парка в рамках программы формирования комфортной городской среды. И первый, он же главный вопрос подрядчику. Почему срываются сроки? Ответ – погода. Слишком жарко. Когда столбик термометра выше 35, то на солнце находиться долго невозможно, говорит Дмитрий Корышев. Ночью же можно только заливать бетонные основания. Устанавливать колонны при искусственном освещении нельзя. Тут нужна точность. Поэтому 163 колонны установят только при свете солнца. А между ними примерно 500 погонных метров забора. Новый забор будет выглядеть так. Сделан он из металлической полнотелой трубы и полностью копирует решетку, которая была раньше. Как и колонны, глубокие канавы у которых вызывали вопросы у рязанцев. Под метровым слоем бетона 30-сантиметровое песчаное основание плюс 15 сантиметров щебенки. Все колонны соединяет бетонная лента. Кроме серого бетона, в верхнем городском саду прибавится и зелени. В рамках контракта планируется высадка 10 деревьев и 695 кустарников. Всего более 700 единиц зеленых насаждений. Спилены в этом году 28 есеней. Консультировались с экологами, что златки были заражены. Выход только пилить. Подрядчик выполняет третий этап реконструкции верхнего городского сада. На все работы, а это замена забора и укладка 735 квадратных метров тротуарной плитки, выделили 3,5 месяца. По мнению подрядчика, этого бы хватило при идеальных погодных условиях. Мы предполагаем где-то еще полтора месяца. Конкретную дату? Ну, где-то 20 августа. Прежний срок окончания работ 15 июля. По окончанию работ будут начислены штрафы и пенни за все дни просрочки. Сейчас в парке работают 10 человек. Дмитрий Курышев сказал, что идет усиление бригад. И они постараются успеть в срок. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Новая зеленая зона появится в городе в 2022 году. Проекты «Вишневый сад», «Дубовая роща» воплотятся в жизнь в Октябрьском районе на территории, ставшей лидером рейтингового голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство зеленой зоны «Вишневый сад», «Дубовая роща» – вопрос решенный. Во-первых, территорию назвали сами рязанцы. У нее самый высокий рейтинг в голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда». Во-вторых, уже завершен капитальный ремонт дорог по улицам Шереметьевская и Песочинская. Самое время двигаться дальше. Вот только без самих жителей проектировщикам явно не обойтись. Одной из первых просьб жителей было то, что нужно заменить все лавочки и урны. То есть предлагаем более антивандальные, так чтобы их уже не унесли у вас. Это одно из самых больших решений, потому что у вас их там, скажем так, очень много. Пока что это не готовый проект, а его наметки. Хотя здесь даже предусмотрена специальная площадка для выгула собак. И да, в Вишневом саду предполагается высадить именно вишневые деревья. И все-таки конкретизировать будет общественность. А у нее уже есть насущные вопросы. Например, с освещением. Преколепно мы, местные жители, понимаем, что вечером в этом парке гулять невозможно. По той причине, что темнота. Вот на мой взгляд, нужно сделать вечное. Это провести электричество, чтобы люди могли спокойно идти домой, в магазин, погулять. Освещение. Оно, про него говорится уже не первый год. Вот оно приоритетно должно быть и правильно установлено. Там есть проект тоже по Вишневому парку. Я не знаю, будут ли какие-то изменения вноситься в этот проект. И какие будут светильники туда ставиться. То есть можно поставить светильник там бетонный, оцинкованный, кованый, высокий, маленький. То есть там тоже надо посмотреть. И тогда все это упирается в стоимость. Расстановка приоритетов – самая важная часть проекта. Понятно, что клумбочки и декор оставят напоследок. Например, витую фигуру аиста. В парке жители забраковали. Вместо нее предложили арт-дерево. А вот вопрос смены ограды попытались вынести вверх списка. Все предложения власти обещали учесть. Максим Васильев, телекомпания «Город». Самозанятые выходят из тени. Налог на профессиональный доход позволил многим россиянам легализовать бизнес и подработки. Уменьшить суету с оформлением и сэкономить на налогах. Самозанятыми называют тех, кто работает сам на себя. Фотографов, ведущих организаторов свадебных программ, кондитеров, изготавливающих на продажу торты и пирожные. Мастеров маникюра и парикмахеров. Программистов, ремонтников и отделочников. Если они получают доход от личной профессиональной деятельности в размере не более 2,4 миллионов рублей в год, для них предназначен налог на профессиональный доход. Плательщик налога на профессиональный доход – это может быть физическое лицо или индивидуальный предприниматель, который продает товары собственного производства или оказывает услуги по, скажем так, заказу других физических лиц или организаций. При этом в этой организации он не должен быть в трудовых отношениях состоять с этой организацией и не должен работать в ней более 2 лет. Режим называют льготным или специальным, потому что он освобождает физлиц от уплаты НДФЛ по ставке 13%. Отдельно стоит сказать про оговорку относительно работодателей. Плательщики налога на профдоход могут параллельно работать по трудовому договору, но не по тому виду деятельности, по которому они признаются самозанятыми. При этом плательщики НПД могут использовать вот этот доход как подработку, например, сдача квартир в аренду. То есть человек занимается обычной трудовой деятельностью, где-то по трудовому договору работает, да, и вот такой вид дохода, как сдача квартир в аренду, у него идет как именно налог на профессиональный доход, он будет с этого дохода уплачивать. Что касается ставок, значит 4% это ставка налога при оказании услуг физическим лицам и 6% при оказании услуг индивидуальным предпринимателям или организациям. В качестве плюсов еще хотелось бы назвать следующее. Не нужно приобретать кассу, это очень большой плюс, поскольку никаких трат платежщик налога на профессиональный доход нести не будет. Для того, чтобы осуществлять свою деятельность, ему достаточно смартфона, на который он закачивает наше бесплатное приложение «Мой налог». Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом автоматически на основании данных приложения «Мой налог». После этого, не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным, самозанятый будет получать уведомление об уплате налога с указанием реквизитов. Для удобства к приложению можно привязать банковскую карту, тогда налог списывается автоматически. Заплатить налог нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Громкое убийство. На уходящей неделе в городском пруду обнаружили тела двух бездомных с признаками насильственной смерти. Подозреваемые найдены. Подробности в следующем материале. В безмятежных водах пруда, который располагается между улицами Чернышевского и Галенчинской, нашли тела двух бездомных мужчин. Прохожие вызвали полицию. Все это произошло 6 июля. Сотрудники следствия нашли на телах следы того, что смерть была насильственной. В тот же день возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установлено, что к совершению указанного преступления причастны двое рязанцев 17 и 16 лет. 5 июля 2021 года подростки избили, а затем столкнули в воду двух мужчин без определенного места жительства. В настоящее время подозреваемые в совершении убийства задержаны. От них получены признательные показания. В СМИ появилась причина конфликта между 50-летними мужчинами и подростками. Произошло все из-за сигарет. Ребята попросили у мужчин закурить, а последние, в свою очередь, начали нецензурно объяснять, что курить вредно. Завязалась драка. После убийства школьники столкнули тела в пруд. Убитых обнаружили только на следующий день. Установлено, что оба подростка состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России в Божжедорожном районе города Рязани и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите. В ходе проверки, проведения которой поручено прокурору Женедорожного района, будет дана оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних по проведению индивидуальной профилактической работы с этими подростками. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. О жизни подростков, которых подозревают в убийстве, рассказал портал 360. 16-летний юноша вырос в неблагополучной семье. Соседи отметили, что парень воровал велосипеды, ломал замки автомобилем. Подросток был на домашнем обучении, жил с бабушкой. Второй подозреваемый, парень 17 лет, жил в неблагополучной семье, которая порой уходила в запой. Об этом также рассказали соседи и добавили, что юноша выпивал и курил вместе с родителями. Сейчас подросткам избирается мера пресечения. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Все видео и фотоматериалы о разливе нечистот Солодчи природоохранной прокуратуры проверены. Собственники машин установлены. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин. Самые резонансные выпады в соцсетях он разобрал. Каждый по отдельности. А что здесь происходит? Вы что загадили сюда ем? Это не ко мне. А к кому же? Откуда я его не знаю? Эти видеокадры из местечка Поляны в Солодчи разлетелись по соцсетям, как горячие пирожки в обед. На них откровенный и в какой-то мере даже циничный слив нечистот в канализационные колодцы. Причем свои действия водители комментируют, ничуть не смущаясь. Что вы тут будете делать сейчас? Вам какая разница? Ну что вы здесь будете делать? Скажите мне, если вы работаете. Мы сливаем. Ну сливаем. Чего сливаете? Канализацию. Чего мы сливаем? А разве можно тут сливать канализацию? Почему нельзя? Оказалось, что нельзя. Рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин проверку возглавил лично. Нарушители установили достаточно быстро. Первый эпизод – очистные сооружения в полянах, якобы заброшенные и забытые. Нами было установлено место, и это поля фильтрации села Поляны. То есть это элементы бывших очистных сооружений села Поляны. И вот по видеоряду можно будет инвестицировать именно то место, где была задержана машина. Это, как я сказал, уже бывшие очистные сооружения села Поляны, поля фильтрации. Они предназначены для того, чтобы… Есть документ, который предоставляет право в целях размещения полей фильтрации. Это так называемые поля аэрации еще их называют. То есть они предназначены именно для очистки источных вод. Как элемент, один из элементов очистных сооружений. Гидрологической связи с водным объектом на момент осмотра мы не установили. Итак, гидрологической связи нет. Что это значит? Что выброс в реку Старица эти машины не производили. То есть система канализации в этом районе замкнута на себя. Другое дело, что сам сброс был незаконен. По этому поводу Гурводоканал уже проводит свое расследование. Инциденты с несанкционированным сливом в люке уже стали предметом разбирательства. Самая главная для нас цель была установить факт сброса или отсутствия сброса в водные объекты. Поэтому мы посмотрели и установили, что в автомашины сбрасывали жидкие бытовые отходы в систему водоотведения водоканала. Машины все установлены, номера их установлены, владельцы также установлены. Значит, в настоящее время будет дана оценка тем действиям владельцев автомашин и собственников машин по сливу жидких бытовых отходов в те места, которые я уже обозначил. По словам Алексея Сикина, рассматривать инциденты со сливом в реку Старица нужно комплексно, в реале всей Солочи. Именно поэтому природоохранная прокуратура дополнительно проверила сигналы из местечка Сосновый Бор. Потому что в некоторых средствах массовой информации были опубликованы трубы, которые подходили к водному объекту. И демонстрировалось и комментировалось о том, что эта труба является местным сбросом. Это не так. Это является элементом водоснабжения Соснового Бора, элементом пожарного водоснабжения. То есть вода должна подаваться через эту трубу и уже дальше в случае каких-то нештатных ситуаций должна распределяться по помещениям данного Соснового Бора. Эта система еще не введена в эксплуатацию, то есть она не функционирует. И физически сбросить через данную систему отходы в водный объект невозможно. Пока что официально называть имена и названия уже установленных нарушителей, несмотря на торопливость некоторых СМИ, в природоохранной прокуратуре не спешат. До определения так называемых мер реагирования. Или попросту пока не посчитают сумму ущерба. А затем уже будет и наказание. Судя по настрою, вполне серьезное. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Археологический сезон в самом разгаре. Исследователи работают на территории древнего города Переславля-Рязанского. Сейчас они изучают слои конца 15 века. Рязанские археологи обнаружили на Введенском раскопе фрагмент уникального клейма на донце глиняного кувшина. Вообще интерес к клеймам не угасает больше 150 лет. Однако исследователи до конца не выяснили, для чего гончары ставили клейма на донце горшков. Одни считают, что это был знак «Мастер», которому он отличал свою посуду. Другие заявляют, что это был знак «Собственника». Большинство склоняется к тому, что это знаки, которые имеют какое-то символическое значение. И вообще очень много клейм, которые обозначают солярные знаки. Это круг, крест, круги, свастика, звезда и так далее. Это как бы символы солнца. Но есть клеймы очень интересные и обычные. В данном случае, вот сегодня, нам очень повезло, потому что такого, как бы сейчас пока сказать, замысловатого клейма, которым содержится смысл, нам даже пока не совсем понятный, такого у нас еще не было. В Переславле это первое клеймо. Да, и то, что я смотрел, аналогии по другим городам, таким нет. Поэтому я сказал, что это как бы уникальное клеймо. И по датировке, предположительно, это клеймо было изготовлено в 15 веке. Сезон на Веденском раскопе только начался. Археологи работают здесь пока около недели. И, пожалуй, впервые они столкнулись с необычной проблемой. Раскоп оказался влажным. Вероятно, археологи достигли подземных вод. Им приходится копать траншеи, канавы, отводить воду для того, чтобы можно было работать. Несмотря на то, что это несколько тормозит процесс, уже появились первые находки. Сейчас мы занимаемся разборкой слоя. Мы ищем в земле какие-то археологические артефакты. В первый день мы нашли наконечник стрелы. Это была очень неожиданная находка. К сожалению, мы не смогли датировать предмет, поскольку на нем не было ни орнамента, ни каких-то определяющих деталей. Но сегодня мы нашли стеклянный браслет. Это тоже была очень интересная находка. Но не целый браслет, лишь фрагмент. Он датируется 14 веком. Это мы поняли по орнаменту. Это все очень интересно. Я как ученица исторической специальности, мне это очень интересно. Если сравнивать этот раскоп, например, с житым, который располагался в центре Кремля, то здесь на Введенском находки менее престижные. Тут селилось простое население. Это были окраины Переиславля-Рязанского. Из находок здесь встречаются фрагменты кожной обуви, детские игрушки, лодочки из коры. Железные предметы представлены пока очень слабо. Это нож, наконечник стрелы. Тем не менее, и железные предметы у нас есть. И пошли, правда, в очень небольшом количестве, стеклянные браслеты, украшения, массовые украшения русских женщин. Правда, оно было характерно для более раннего века. Сейчас мы исследуем слои конца 15 века. А стеклянные браслеты выходят из моды в 14 веке. То есть они попали в наши слои случайные. Или из-за каких-то перекопов слоя в древности. Археологи надеются найти на Введенском роскопе постройки. Они помогут исследователям понять, как жили люди в Переславле-Рязанском в конце 15 века. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Юрий Гагарин писал о том, как прекрасна планета после полета в космос. Взгляд сверху открывает привычные глазу пейзажи совершенно иначе. И вот уже неузнаваемые прекрасные и пойма оки, и поля Спасского района, и синие озера в Клепиковских лесах. Увидев с этого ракурса Землю однажды, не случайно хочется еще и еще. Пейзажное фото и видео, аэросъемка – отдельный вид искусства. Олег Буцкий рассказал о тонкостях и нюансах этого направления. Клубящиеся облака, из которых словно из ниоткуда выплывают фантастические силуэты воздушных шаров, шипят словно древние драконы. Или причудливые узоры, в которые заплетается ярко-синяя река, извиваясь змеей в изумрудной зелени пойменных лугов. Золотые поля, купола Кремля – все это съемки Олега Буцкого, которые он произвел в ходе фестивалей «Небо России». Аэросъемка с помощью квадрокоптера требует определенных навыков и технических знаний, если снимать с земли. А для того, чтобы получить эти волшебные и уникальные кадры, Олег снимает из корзины аэростата. Последствия бывают непредсказуемыми, ведь как запустить, так и поймать техническое устройство из движущегося шара – задача не из простых. Я использую аэростат как площадку для старта дрона. С точки зрения технической, скажем так, достаточно сложно. Это, наверное, нужно уметь правильно и в свое время отключать мозг, потому что, скажем так, это небезопасно с точки зрения дрона, потому что его можно будет потерять. Но, тем не менее, это дает определенный результат, потому что с помощью дрона, который мы запускаем с корзины, получается снимать аэростаты на более высоких, наверное, эшелонах, назовем это так. Олег Буцкий – автор фильма «Рязанская область». Много лет занимается пейзажной фото- и видеосъемкой. И, как никто другой, знает, что каждый рассвет, каждый закат, каждый день неповторимо прекрасен. Но есть у него и самые любимые кадры. Сразу прямо на ум приходит первое то, что это съемки над облаками. Да, это, наверное, безумно интересно, это безумно страшно, это безумно круто. Ну, просто такого действительно увидеть со стороны, я думаю, не каждому дано. Поэтому для меня, наверное, как для человека, который снимает аэростаты с воздуха, наверное, это единственное, наверное, то, что вот прям запоминающееся. Ну и, конечно, это аэростаты над водой, потому что отражение, красивый свет, красивые тени. Увидеть свою родину совсем иначе и понять тех, кто на рассвете, не зная лень, мчится на точку взлета, чтобы в очередной раз прикоснуться к прекрасному, возможно, в рамках фестиваля «Став пассажиром аэростата». В этом году «Небо России» пройдет в Рязанской области с 20 по 25 июля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Олег Буцкий, телекомпания «Город». На этом у меня все. Подписывайтесь на аккаунты телекомпании в социальных сетях, чтобы первыми узнавать об интересных событиях и важных темах. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова